Всем привет! Вы на канале Cherry Taxi, с вами Вишняк Владимир и у нас очередной выпуск про Яшу Рукожопа. Ну, точнее про его разработчиков и продуктов. Значит, суть в чем? Раньше мы могли подъехать на заправку, заправиться через Яндекс.Про, при этом мог поступить заказ и мы могли немножко опоздать на него, но все равно заправиться и поехать выполнять заказ. Но умные программисты Яндекса, ну или продакты, решили, что это ненормально, что мы сами нажимаем кнопочку заправиться, ведь надо продавать, они там коллаборируются с заправками и надо продавать топливо, то есть нужно, когда машина едет, если она только рядом с заправкой оказалась, сразу же высвечивает, заправиться, заправиться. Короче, сделали они выскакивающую вот эту вот менюшку а-ля заправиться. Хорошо, мы ее игнорируем, то есть она выскакивает, когда надо и когда не надо, но этого им показалось мало. Дело в том, что получается, выскакивает менюшка, мы решаем заправиться, заезжаем на заправку, приходит заказ, и мы не едем на заказ с динамиком клиента. Ну, наверное, по их мнению так. И знаете, что они сделали? Они начали убирать нас с линии. Спросите, как? Сейчас покажу. Стою на заправке там, где можно заправиться через Яндекс.Про. О том, что можно заправиться, говорит вот этот вот маркер «Газпромнефть». Как видите, я на линии, никаких фокусов. То есть, вот видите, можно уйти с линии, можно не уходить. Не будем уходить с линии. А теперь смотрите. Дело в том, что если снести приложение, то вот здесь можно посмотреть на статус. Статус на линии, то есть все хорошо. Хорошо-то хорошо, но если мы снова открываем приложение, нам сразу же высвечивает выбрать колонку для заправки. А теперь смотрите, фокус, ребят. Статус видите? Не будет поступать заказ. То есть, с линии мы не уходили. А вот такая вот петрушка. Теперь, если я уберу это с экрана, я снова встану на линии. Опа! Чудо! Видите? И вот так будем играться. Сносим. Включаем. Сразу же заправка. И мы опять не на линии. Ну, не мудаки, а?